как часто входя в разворот тренда на стопроцентной точки входа цена шла против вас и сделка заканчивалась убытком если для вас это частая история смотрите это видео потому что мы подробно разберем все ошибки при входе в разворот а в конце дам вам правило по которым действительно можно определить разворот тренда так что досмотрите это видео до конца добрый день с вами адмирал маркет с меня зовут лимбиту в первой части разберем ошибки при входе в разворот тренда начнем с самых простых и закончим самыми коварными которые многие и ошибками то не считают раз за разом попадая в ловушки во второй части будет тест тест будет организован от простого к сложному после чего подведем итог в одном ролике нельзя охватить все особенности торговли по price action помимо сегодняшней темы есть различные аспекты влияющие на прибыльность загляните на youtube канал admiral markets там вы найдете много материалов по price action которые раскроют малоизвестные секреты и приведут вас к прибыльному трейдингу если будете настойчивы и дисциплинированы кто захочет задать мне вопросы в живую приходите на мои бесплатные вебинары они проходят 1 2 недели по вечерам в четверг на площадке admiral markets ссылка для регистрации в описании к видео кто решит глубже познакомиться с темой занятия может скачать эту презентацию из группы вконтакте учимся зарабатывать на бирже для этого переходите по ссылке в описании к видео в группе много материалов по трейдингу в свободном доступе одна из самых грубых ошибок открытие сделки на первом замедлении тренда когда трейдер пытается поймать максимум или минимум тренда крайнее проявление такой ошибки называется ловля ножей эта ситуация когда цена большими свечами двигается вверх или вниз и трейдеры исходя из мысли что так продолжаться долго не может открывают на минимуме или максимуме такой свечи позицию после чего в лучшем случае их сделка будет закрыта по стопу а в худшем убыток продолжит увеличиваться смотрите даже не самый хороший вход на максимуме в покупку принесет больше прибыли нежели вход на том же максимуме в продажу по крайней мере соотношение прибыли к убытку будет как минимум в два раза выше если мы угадали 10 из 10 и совершили уникальный вход в покупку мы все равно проиграли тому недотёпе кто вошел на минимуме в продажу основывая свой вход только на тренде я специально показал выход не на минимуме а там где тренд начал слабеть главный вывод из этого не обязательно ловить минимумы и чтобы заработать главное входить по тренду когда он есть вторая частая ошибка определение разворота только по пробою наклонной линии тренда обратите внимание я не говорю что пробой ничего не значит но считать что тренд закончился после пробоя неразумно пробой наклонной линии тренда это фактор ослабления тенденции но никак не разворота использовать наклонную линию как некий индикатор тенденции вполне допустимо Но считать, что пробой линии тренда – сигнал разворота – нет. Интересно было бы узнать ваше мнение о линиях тренда. Напишите, что думаете. Третья ошибка – ждать разворота после пробоя линии шеи фигуры голова и плечи. Кому интересно узнать больше про эту фигуру, посмотрите мои вебинары на тему паттерна голова и плеча. Ссылка на видео будет в описании. В отличие от предыдущей ошибки, здесь есть сформированный минимум выше предыдущего и максимум ниже предыдущего. Но тенденция формируется не сразу, и ее смена происходит также не сразу. Вернее, бывает, что тренд меняется в момент, но так происходит не часто. И попытка угадать смену тренда менее выгодна, чем входить по тренду. А вы используете пробой линии шеи для входа в разворот тренда? Если да, напишите об этом. Будет интересно услышать другое мнение. Четвертая ошибка – это похожий с предыдущим вариант, но только за разворот воспринимается пробой локального максимума на тренде вниз и локального минимума на тренде вверх. В данном случае трейдеры часто попадают в ловушку сложного отката. Кому интересно узнать про этот паттерн, посмотрите видео на канале Admiral Markets. Price Action. Паттерн. Сложный откат. Полное руководство. Ссылка будет в описании. Наверное, самая коварная ошибка при входе в разворот – сделка на двойной вершине или дне. Опасность входа в том, что после пробоя цена часто устремляется в сторону тренда, и если стоп не выставлен или его сорвало, то убыток нарастает как снежный ком. Ссылка на видео о фигуре «Двойная вершина дно» будет в описании. Если среди перечисленных ошибок была и ваша, поставьте этому видео лайк, чтобы ее не повторять. Это особенно опасно, когда, как в данном примере, цена формирует подобие треугольника. Ссылка на видео о треугольнике будет в описании. Возможно, я перечислил не все ошибки. Буду благодарен, если вы в комментариях напишите, что я пропустил. А сейчас, для лучшего понимания, переходим к примерам в виде теста. Посмотрите на график и скажите, можно ли считать точку А местом разворота тренда. На ответ у вас есть 10 секунд. Готовы? Начали! Если вы посмотрели первую часть ролика, то, скорее всего, сказали, что точка пробоя наклонной линии тренда не является местом смены тренда. Пример 2. Можно ли считать точку пробоя, уровня шеи, фигуры, голова и плечи, местом разворота тенденции? Несмотря на то, что вход в этом месте может показаться соблазнительным, на самом деле, открытие короткой сделки в данном случае приведет к убытку. Пример 3. Как думаете, можно ли войти в короткую сделку в точке А? Будет ли эта точка местом разворота? Как и прошлые примеры, это место не является точкой разворота, но пробой линии тренда можно использовать как индикатор ослабления тенденции. Пример 4. Как думаете, в данном случае покупка на уровне, который цена тестировала целых четыре раза, дает хорошую вероятность прибыли? Нет. Покупка на двойном или тройном дне скорее приведет к убытку. Исключением может быть тот случай, когда фигура формируется на уровне со старшего таймфрейма. Кому интересна тема таймфрейма, посмотрите мой вебинар «Какой таймфрейм выбрать для торговли?» Ссылка на него будет в описании. Мы на финише. Последний пример. Как думаете, можно ли считать точку А местом разворота? Нет. Пробой в этом месте не может подсказать разворот. Помимо этого, такое снижение также не давало подсказки, потому что цена подошла к поддержке на тренде вверх. Согласитесь, это сейчас, когда виден уровень и тренд кажется очевидным, вход в шорт не кажется таким привлекательным. Но буквально несколько секунд назад продажа оказалась отличной идеей. И для того, чтобы не перескакивать с шорта на лонг и обратно, предлагаю сформулировать правила для оценки конца тенденции. Это не железные правила, а скорее принципы, но их сила в том, что они шаг за шагом подтверждают смену тенденции. Рассмотрим принципы разворота на примере тренда вверх. Первый сигнал к развороту – пробой последнего максимума и возврат к минимуму. Обычно, когда такое происходит, означает ослабление тенденции и вероятность боковика. Если новый максимум не идет выше или формируется ниже последнего, это второй признак, дающий подсказку о развороте. Обратите внимание, что разворот формируется не сразу, ни одной какой-то свечой или пробоем. Эти правила напоминают критерии для боковика. Кому интересно, ссылка на видео про боковик будет в описании. Завершением будет пробой поддержки с обновлением минимумов. Важно понимать, что тенденция крайне редко меняется одной свечой или пробоем. Гораздо чаще это происходит постепенно. Как вы думаете, можно ли добавить к этим правилам наклонный тренд? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Если к комментарию добавите адрес почты, я в качестве небольшого подарка вышлю вам методичку со списком лучших, на мой взгляд, книг по трейдингу со своими рекомендациями. А сейчас подведем итоги теста. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Вы прошли тест, если ответили правильно на все 5 вопросов. Если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Адмирал Маркетс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok